Не секрет, что имиджевые культурные мероприятия города привлекают на курорт дополнительных гостей даже в межсезонье. Сегодня Анатолий Пахомов поблагодарил городское управление культуры за организацию и проведение в Сочи всемирных хоровых игр и международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Все, кто был причастен к этим событиям, получили сегодня благодарственные письма главы города. Затем общественный совет приступил к обсуждению подготовительных мероприятий ко дню города. Он будет отмечаться не одним днем, начнется все с 18 ноября в пятницу. Главная задача, которую мы должны с вами обсудить сегодня, это то, как мы будем проводить День города. Вот как раз День города – это праздник для горожан и горожанами. Во-первых, будут награждены самые лучшие кадры города. Лучший учитель, врач, тосовец, председатель СТСЖ, лучшие семейные династии. Будут подведены итоги творческого конкурса, а также названы победители в номинациях «Лучший дом», «Двор», «Балкон». Объявят и те, кто претендовал на звание «Почетный гражданин города Сочи». Выберут и самого улыбчивого, милосердного, добродушного сочинца. Аппарат казаков состоится от Зимнего театра до Южного мола. Там развернется этно-фестиваль, организованный силами местных национальных общин. Сочинские поэты у ротонды Морпорта будут читать стихи, а музыканты играть на пианино. Музыкальные инструменты установят на разных площадках города. Глава города считает, что городские мероприятия могут привлекать в Сочи отдыхающих. Мы просим, чтобы эти все мероприятия были учтены в турпродукте. Те туристы, которые к нам приезжают, они должны знать, куда пойти. Подведут итоги традиционного творческого конкурса для детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок», финал которого в этом году пройдет 19 ноября в 15 часов впервые в Зимнем театре. Кроме того, запланировано в рамках проведения Дня города свыше 20 спортивных мероприятий. А волонтеры серебряного возраста и все желающие примут участие в акции по высадке в орнитологическом парке «Эвкалиптов». Состоится презентация новой книги Виталия Гнатенко «Переломный момент в судьбе России». Празднование будет проводиться во всех районах города. Подготовлены подарки адреса, например, сквер желаний, цветочные композиции, детские и спортивные площадки. Глава города просит инициативных горожан вносить предложения относительно установки новых памятных скульптур в городе, как, например, по фильму «Бриллиантовая рука», где постоянно фотографируются люди. Завершится праздник специальным уроком во всех школах под названием «Я люблю Сучи» и традиционным крестным ходом от храма Михаила Архангела по улице Аджиникидзе до площади Южного Мола. Говорили на общественном совете по культуре при главе города и о предстоящем «Карнавал лета». Оно будет проводиться в рамках открытия активного летнего курортного сезона в следующем году, 27 мая. И планируется стать праздником всей страны. Что касается сути карнавала, вот здесь немножечко меняется. Что мы придумали? Шествие будет к символическим южным воротам. Они действительно будут построены, эти огромные красивые символические ворота, с открытием которых и будет открыт курортный сезон в Сочи. Майское карнавальное шествие пройдет с привлечением большего количества участников. Парад пройдет по курортному проспекту и будет продлен до парка Ривьера с организацией двух трибун для зрителей. Будет и городская колонна, в которой может участвовать любой житель города при одном условии – в карнавальном костюме. Так что времени шить себе праздничный наряд еще достаточно.